Всем привет! Наступил новый день. Вот добралась до вас. С утра выгулила с Сёмиком собак. Сегодня мы так долго спали с ним даже. Выгулили собачек. Сидим сегодня 11 дней, как нет нашего папы с нами. Папа наш лежит в больнице. Сегодня у него взяли повторный анализ на коронавирус с утра. И сегодня ему сделали рентген. Вот. Он уже как бы очень хочет домой. И даже сегодня у меня поставила воздействие. Говорит, врачи немногословные, но очень-очень он надеется, что его завтра, возможно, выпишут. Потому что всё-таки держать там так просто не держат. Мест нету. И, короче, его... Если всё у него там нормально или идёт на выздоровление, ну, как бы по лёгким навряд ли там уже всё выздоровело. Потому что он сам говорит, у меня болят лёгкие ещё. И он покашливает. Не знаю, с каким больничным его выпишут. Открытым, неоткрытым. И что это будет уже, когда он приедет. Будем принимать с ним решения по поводу работы. Потому что мы ничего не знаем, что делать. Отпуск у него по графику 25 мая. Сказали мне, что им там предложили за свой счёт. Но никто, ни один сотрудник за свой счёт не пошёл. Карантин в стране так и не объявлен. Кроме как у нас там ЧП уже в Витебской области. Там Витебск закрытый город. И там шумиха большая. Пока нам всё, что доносится, нас так негласно. Либо сайт Тутбай даёт нам информацию. Вот. И да, сегодня озвучили первую смерть коронавируса. Это актёр 75 лет. Потому что до этого они озвучили, что у него положительный тест. И про него. Хотя далеко это не первая смерть. Информация ходит. Просто не очень хочется её в Ютуб выкладывать. И как-то омрачать этим даже всю обстановку. Вот. Так что могу рассказать, если кому интересно, как у нас началась у моего мужа болезнь. Если хоть один человек напишет, что ему это интересно, с чего начиналось. И как что протекало, как мы попали в больницу. То я расскажу это на камеру. Потому что, может быть, это и нужно, и полезно. А я вот не доношу. Не знаю. Вот. Так что мы с Сёмиком... Вот он пришёл. Видите? Он пришёл. Причём... А что ты там рот взял? Что кур... А, печеньку я ему давала. Всё. Я забыла сама. Мы с Сёмиком продолжаем вести карантин, самоизоляции. Вот он. Видите? Вот. Там Борисовна лежит на подушечках. Вот такие дела. Вот я так наволочки постираю, и у Борисовны полежит. Я вот только сегодня чистые застелила. Но это её любимое место. Вот. Поэтому у нас Борисовна лежит на диване, а мы носимся. Да, Сёмик? Да. Аккуратно кушай свою печеньку. У Сёмика зубы так и растут. Вообще большие уже. Ну что, сегодня погода хорошая. Мы с Семёном тут что сделали? Пропылесосила я даже сегодня большим пылесосом. Потому что... Что-то там Сёмик отключил, и не зарядил себя мой робот. Представляете? Ну ничего. Дело такое. Полезно побегать по квартире. Вот. Вот. Так что вот такие у нас дела. Чем буду сегодня заниматься, пока не знаю. Даже вообще. Ну я там отчёты свои проверила. У меня всё прошло. Пока у меня отдых такой небольшой. Хотя работа там есть. И есть чем заниматься. Но я пока смотрю Семёна. Вот. Мне даже надо на почту сходить и серьёзное письмо отправить, да, в банк. Но у меня... Я не хочу идти в карантин с ребёнком на почту. Хотя говорят, что вот в поликлинике вообще народа нет практически. Но тем не менее, как-то оберегаешься, не тягаешься, не хочешь туда идти. И даже если я его просто положу в коляску, ну, может, повернётся вами, я всё-таки сама сгоняю в обмонтирование и отправлю это письмо. Так что руководители в известности поставлены. Он мне, наоборот, попросил не тягаться нигде. И потерпят с этим письмом. Поэтому... Это в лизинговую, даже не в банк, а в лизинговую компанию мне нужно отправить письмо. Вот. Ну, такие дела. Главное, самое главное, что... О, дырка в колготах у Сёмика. Сёмик носит колготы, донашивает, и они у него там рвутся. Ну, и что? Скажи, Сёмик, а малечка, скажи, у меня новая. Ни за кем не донашивает. Так что не всё у него так плохо, как думается, да? Да? Да. Так что тише, тише, не драться. Собак тут баламутит, вот, Сёмик этот. Не делись, маме больно. Мама сейчас плакать будет. Ты чего? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Вот так вот... Вот так вот мы и живём. Плохо, плохо. Вот он плохо делает, Сёма. Мама плакать сейчас будет. Бабушке привет передай. Кому передашь привет? Может, Веронике передай, что ли? На Украину привет. Подруги свои. А? Кому привет передаешь? Всё. Кому он не передаёт? Он ещё тот. Хотя, Сёма уже много чего говорит. Ладно. Только надо придумать, что сделать. Скоро муж приедет, возможно. Я такая уже довольная на подъёме. Так что всё. До следующего видео. До встречи. Продолжение следует...